Друзья, заказал тут в Душанбе такси. Саламайку. Сегодня я приехал в столицу Таджикистана, чтобы посмотреть, как же здесь живут простые люди. Я жизни не был в России, уважаю, четверть слова. Я побываю в самых оживленных и самых спокойных районах Душанбе. Здесь, в таджикской Махале, все спокойно, безопасно. Дети вот, сами по себе. Я не просто покажу самые интересные места в городе, но и испытаю на себе лучшие местные развлечения. Так, друзья, у меня есть второй пилот. Здорово. Я обязательно пообщаюсь с местными жителями и расскажу, как же здесь встречают русских туристов. Прямо от души спасибо большое. Реально, огромное спасибо. Ну и, конечно же, сегодня будет много вкусной еды. Так что ставьте чайник, а заодно и лайк под этим видео. Хороший аппетит и хорошее настроение в ближайшие 20 минут вам гарантированы. Это для тебя, родная, это мат. Душанбе – это не только самый главный город Таджикистана, но и самый большой. Численность его населения приближается уже к полутора миллионам человек. А его площадь превышает размеры, например, столицы Франции – Парижа. Но, несмотря на все это, я точно знал, куда именно в Душанбе мне надо отправиться в первую очередь. Здорово. Здорово. Парк вот этот ваш, где колесо обозрения. А, Хаям. Да, 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 да. Хорошо. Парк Хаям я выбрал не случайно. Это одно из самых красивых и популярных мест в Душанбе. А главное, там имеется то, без чего я бы не смог снять этот ролик. В общем, друзья, едем в парк. На самом деле, я преследую одну очень важную цель. Здесь, в Таджикистане, дроном нельзя пользоваться, поэтому я без своего квадрокоптера. Кто следит за моим каналом, то уже в курсе, что из-за подобного запрета я чуть не лишился своего дрона в Узбекистане. Таможенники долго разбирались со своим законодательством. Попадает мой дрон, не попадает. В общем, решили, что они не могут пропустить меня с дроном, потому что незаконный провоз летательных, беспилотных летательных средств на территории Узбекистана карается сроком до трех лет лишения свободы. Представляете? К счастью, тогда все обошлось, но больше я рисковать не хочу и для Таджикистана придумал хитроумный план. Чтобы заснять кадры сверху, хоть какие-то, я хочу залезть на местное колесо обозрения. Там есть шикарное, огромное чертовое колесо. Хочу на нем подняться и поснимать сверху, посмотреть, как же Душанве выглядит с высоты птичьего полета. Ну а пока мы едем в такси, я предлагаю вам не скучать, а принять самое непосредственное участие в этом ролике. Ну что ж, друзья, пришло время сыграть мою любимую игру. Вы должны угадать, как с таджикского языка переводится слово Душанве. Я назову несколько вариантов ответа, а вы напишите в комментариях прямо сейчас, какой из них, по вашему мнению, является верным. Ну а позже я расскажу, какой ответ на самом деле правильный. Итак, вариант А. Душанве переводится как «красивый город». Вариант Б. Душанве переводится как «понедельник». А может быть, вариант С. Душанве – это «роскошный сад». Ну и последний вариант. Душанве означает «чайник». Здесь в Таджикистане очень любят чай, так что почему бы и нет. В общем, прямо сейчас напишите ваш ответ в комментариях. Ну а позже я расскажу, какой же ответ на самом деле правильный. Так, друзья, за 10 минут доехали до парка. Вот он уже справа от меня. Сколько? 16 получилось в Самоне. Вот двадцаточку держи. Даже несмотря на такую короткую поездку, она оказалась очень веселой. Он не успел окно закрыть с его стороны, короче, как налило сейчас машину. Я такой раз подстраховался. Да и сам водитель оказался добрым пареньком, и мы с ним отлично поболтали. «Дойоты» здесь в такси работают, да? Или еще какие машины есть? «Фундай». «Фундай». Ну, короче, японские, корейские. Ну, тут Азию любят, да. Немецкие есть? «Мерседесы». «Вип-класс». А если вип-класс. В общем, корейцы, китайцы эконом-класс, а бизнес-класс это, в общем, нет. «Лексусы», «Гелики», «Лексусы», «Гелики», «Лексусы», да. В общем, первые впечатления от столицы Таджикистана у меня оказались самыми позитивными. «Таджикистан» опять же. По-русски как это? «Таджикистан вперед». «Таджикистан вперед». Хорошо. Вот сейчас пойдем проверять, насколько тут горки отвезут меня вперед. Так, ну что, друзья, я приехал в центральный парк Душанде. Он называется парк Хаям. Вот так выглядит главный вход, вот такие триумфальные арочки. Сейчас мы сюда зайдем, посмотрим, что же интересного тут есть, какие аттракционы тут есть. Покатаемся и посмотрим вообще, что к чему. Чтобы войти в парк, нужна специальная карточка, и получить ее можно прямо на входе. Берешь в кассе карту, она бесплатная, на нее кладешь какую-то сумму денег. Я вот сейчас положу 40 самони. И по этой карте катаешься в парке на любом аттракционе, с тебя списывают от 5 до 15 самони. Потом, если ты накатался, у тебя еще остались деньги, тебе их просто на выходе вернут. Оказавшись на территории парка, я первым же делом направился к местному колесу обозрения, чтобы успеть поснимать шикарные виды Душанбе до наступления темноты. Друзья, я нашел замену квадрокоптеру. Вот это вот чертово колесо. Сейчас поднимет меня на высоту птичьего полета, и я посмотрю, как же выглядит Душанбе сверху. Добрый день. Вот уважаемый гражданин предлагает мне пройти в эту комфортабельную кабинку. Занимаем места согласно купленным билетам, располагаемся поудобней и наслаждаемся нашим полетом. Друзья, пока я катался на колесе обозрения, я сделал два приятных открытия. Во-первых, вот эти покатушки стоили всего 5 самони, это типа 35 рублей. А во-вторых, здесь в парке аттракционов есть американские горки, и конечно же я сейчас на них загляну и прокачусь. Но для начала я предлагаю познакомиться с Душанбе немного поближе. Теперь, когда мы увидели, как он выглядит сверху, необходимо ответить на два очень важных вопроса. Во-первых, что это за река протекает прямо посреди города? Ну а во-вторых, что это за красивая башня возвышается в самом центре Душанбе? И давайте разбираться по порядку. В Душанбе есть своя река, она называется Душанбинка и протекает через весь город, деля его пополам. Вот прямо сейчас она находится справа от меня. Ну а что касается башни, то это комплекс истеклол или комплекс независимости. Очень молодое строение, которое было сдано в эксплуатацию лишь осенью 2022 года. Но при этом величественная башня уже успела завоевать любовь как гостей города, так и самих местных жителей. Ну что ж, теперь, когда мы разобрались с этими вопросами, можно и на американских горках прокатиться. Ну что, друзья, пришло время прокатиться на таджикских американских горках. Страшно? Нет? Если даже девушка говорит, что не страшно, то я точно выдержу. Так, друзья, у меня есть второй пилот. Здорово. Сейчас поедем, посмотрим, что, как вообще страшно. Что, страшно, нет? Страшно, да? Блин, а девушка у меня сказала на кассе, что не страшно. Страшно, да? В общем, стартуем! У-у-у-у! Вот это центрифуга! У-у-у! Прям, короче, правда, такая раз туда вся. Щеки натянулись, короче, уши где-то на затылке. У-у! Друзья, прям стойщая штука, я вам скажу. Вообще обалденно! В общем, если вы задавались вопросом, а как же люди развлекаются в Душанбе, то вот вам ответ. Посмотрите, вокруг местный центральный парк, парк аттракционов. Огромное количество людей. Это несмотря на то, что сегодня будний день. Вечерком после работы взяли детей. Я не знаю, парни взяли своих девчонок и просто пришли сюда покататься на аттракционах, погулять. Вот это я понимаю красота, вот это мне нравится. И если в главном столичном парке все время кипит жизнь, то в столичных махалях наоборот. Жизнь протекает максимально спокойно. Здесь в Душанбе имеется довольно большое количество райончиков, застроенных частным сектором, частными домами. И отличительной особенностью вот этих таджикских махалей являются высоченные заборы, вот как сейчас справа от меня, и огромные резные разукрашенные ворота, вот примерно как эти. На самом деле здесь их огромное количество, они отличаются как размером, так и формой, украшениями и прочим, прочим, прочим. И ходить здесь по таджикской махале это на самом деле уже развлечение, потому что можно просто ходить и любоваться тем, как здесь выглядят ворота. Это в какой-то мере настоящее произведение искусства. Но больше всего эти махали порадовали меня безмятежной атмосферой, которая царила на всех местных улицах. Здесь в таджикской махале все спокойно, безопасно. Дети вот сами по себе гуляют, тут же вон какие-то такси ездят, какой-то вон завод стоит, ничего страшного. Дети вполне себе самостоятельные. Жизнь здесь настолько размеренная, что появление туриста сразу же вызвало всеобщий ажиотаж. Ребят, меня, короче, окружила местная детвора. Показывай, что хотел показать. Показывают у кого сколько карт, кто сколько, короче, выиграл. В общем, в спальных районах Душанбе настоящая чистота и порядок. Ладно, пока. Вот. Так, я нашел еще один аттракцион, откуда доносится много криков. Вот этот вот корабль-маятник. Вот так вот он выглядит. И что-то там прям движуха нормальная, судя по воплям. Думаю, мне тоже нужно скатнуться здесь. Ну, а пока я улетаю в стратосферу на очередном аттракционе, самое время рассказать про настоящее таджикское гостеприимство. То, как меня встречали продавцы на местном рынке, заслуживает особого уважения. Киш-миш вот такого размера, раза в четыре, наверное, больше, чем обычный киш-миш. Он темный, гигантский здесь его называют, но он действительно огромный. А сладкий. Друзья, он прям медовый. Правда, сразу хочется пить. Но и на этот случай у местных продавцов имеется кое-что для своих покупателей. Чай. Чай? Да, чай, пожалуйста. Друзья, меня чаем... Чаем угостили. А, друзья, красота. Чай для гостей. Чай для гостей. Вот за что мне нравится Таджикистан. Здесь в любом отделе есть такая штука, как чай для гостей. Так что не удивляйтесь, если вы окажетесь в Таджикистане, и вас в пизде будут угощать чаем. Здесь это такая традиция. Это курага наши, да? Не обработанные. Внутри положили мио, изюм, грецкий орех. Друзья, смотрите, здесь курагу фаршируют грецким орехом. Вот так эта красота выглядит. Зацените. Внутри еще и изюм, то есть кроме грецкого. Грецкий орех, это чисто как затычка здесь. Ну-ка, сейчас заценим. Да, друзья, смотрите, вот там внутри изюм вот темненький. Плюс сама курага. Орех. Вкус бесподобный. Я здесь в Таджикистане. Напробовался столько всяких вкуснятин, сколько я не знаю. За последний год, наверное, не попробовал. Разумеется, я не смог удержаться от того, чтобы набрать целый пакет местных орехов и сухофруктов. Накупил разных там изюма, кураги фаршированные с орехами на 50 самони. Сделали тут хорошую скидку, просто в два раза дешевле продали. Пакет просто местных вкуснях. Сейчас убираю в рюкзак, потому что у меня рук иначе уже не хватит. Большое спасибо. Все доброе. От души. Но на самом деле горячий чай и хорошие скидки – это даже не самое приятное, что ожидало меня на местном базаре. В отделе со специями и приправами из меня вообще отказались брать деньги. В общем, давай, стаканчик вот этого. Я тебе сейчас смесь для мяса даю, я деньги не возьму, я гостя уважаю. Честно говоря, я жизни не был в России. Я жизни не был в России. Ну помидоры хоть можно? Все, бесплатно тебе подарок даю. Ну я жизни не был в России, уважаю, честное слово. Спасибо большое. Я хочу, вы попробовали, никогда не забывали Таджикистан. В итоге мне насыпали так много специй, что они с трудом поместились в рюкзак. Для гостей, когда Таджикистан пришел, это для тебя подарок. Это для тебя родная, это мат. Спасибо. Это отец. Это на 9 мая, праздник, дедушка. Спасибо. Друзья, у меня просто детство сломает. Мы очень любим гостей. Приезжайте, нам деньги не надо, ничего не надо. Просто улиточка такая счастливая, очень хорошая. Так, ну что, друзья, последняя аттракционная сегодня. И я пойду есть свою шаурму. Тем более у меня кончаются деньги на карточке. Сколько стоит? 6. Часть у меня там 8 осталось, как раз хватает. Так, друзья, вот такая вот штука. Поднимаем. Надо еще вот такую цепочку с карабином застегнуть. И все, сейчас поедем. Ну что ж, пока я 2 минуты катаюсь на этом аттракционе, хочу рассказать вам про еще одно очень интересное место в Душанбе. Это городской парк Рудаки. Душанбе это город роз. Вот здесь просто бесчисленное количество розовых, белых, фиолетовых, вообще роз всех цветов. И они растут вот абсолютно повсюду. В парках, вдоль трасс, в частном секторе, вот где махали, обычные дворы, жилые дома, там огромное количество роз. Друзья, здесь в Таджикистане однозначно любят розы. Но кроме красивых цветов, здесь любят и хорошую иллюминацию. А еще я точно понял, что в Душанбе решили заморочиться с уличными фонарями. Смотрите, какая красота. Вот это обычный парковый фонарь. Сам фонарь в форме орла. Его крылья, вот эти перья, это лампочки, друзья. Это еще не все. Буквально напротив фонарь в форме журавля. Смотрите, красота какая. И прямо сейчас эти фонари зажигают. Вот уже загорелся орел. Вот на той стороне зажгли журавлей. И сейчас должны включить вот эту аллею. Друзья, гляньте, красота какая. Вот это я понимаю. В общем, Душанбе это не только безопасный, довольно современный, но и очень красивый город. Ну что, друзья, я на сегодня закончил с аттракционами. Значит, можно перекусить. Здорово. Друзья, тут очень аппетитно выглядящая шаурма. Она прям горяченькая. Тут такой аромат стоит. После насыщенной прогулки по городу я уже довольно сильно проголодался. Парень ловко скрутил мою шаурму буквально за 2 минуты. Спасибо. Друзья, вот такая вот мощная таджикская шаурма. Душанбинский рецепт. Да, специально душанбинская. 4 вида овощей, 2 соуса, мясо, половина просто. Сейчас будем пробовать. Ммм, обалденно. Смотрите, первый укус, там сразу мясо просто вываливается. Я голодный. Вот это то, что нужно. Но самый приятный сюрприз ждал меня дальше. Цена вот этой шаурмы 20 самони. Это получается 140 рублей. В принципе, вообще адекватная цена. Для вас это подарок. Короче, я тут кусаю. Думаю, сейчас надо полезть за деньгами, достать двадцатку. Парень говорит, для вас это подарок. Дружище, от души спасибо. У меня просто нет слов. Меня здесь в Таджикистане угощают. Мне безумно приятно. В общем, жителям Душанбе огромное спасибо за их искреннее гостеприимство. Ну что ж, друзья, теперь мне остается только ответить на вопрос из начала видео. Что же означает название города Душанбе? Но для начала давайте узнаем, что на этот счет думают сами местные жители. Здорово. Как Душанбе переводится? Что означает название города? Понедельник. Понедельник? Да. На самом деле, все, кого я спрашивал в Душанбе, прекрасно знают, что с таджикского языка название столицы Таджикистана переводится как Понедельник. Как же так вышло, спросите вы? Дело в том, что раньше, еще до возникновения здесь города, через это место пролегал шелковый путь. И здесь по понедельникам организовывался большой рынок. Купцы с востока и запада останавливались здесь на стоянку и продавали свои товары. Рынок работал именно по понедельникам, поэтому позже, когда на его месте стали строиться дома, люди стали жить там постоянно и образовался настоящий город. Его так и назвали по старой памяти Душанбе Понедельник. Ну что ж, друзья, вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этом видео. Но не спешите выключать ролик, потому что в конце я покажу, пожалуй, главный рекорд Таджикистана, который у них украла Саудовская Аравия. Украла. Там действительно внушительные результаты, так что смотрите до конца, сами все увидите. Но сначала у меня к вам огромная просьба. YouTube в очередной раз решил не давать показы моему прошлому ролику из Узбекистана. Там шикарное видео про уличную еду в Ташкенте. Я вообще не понимаю, почему там так мало просмотров. Друзья, узбеки, таджики, вообще все мои подписчики. Ну давайте накинемся на этот ролик, сделаем ему, ну, если не миллион, то хотя бы 200 тысяч просмотров. Я знаю, вы легко можете это организовать, так что обязательно посмотрите это видео. Ссылку оставлю в описании. Уличная еда Ташкента, Узбекистан, все как вы любите. Ну, а пока палец вверх, подписочка и какой-нибудь комментарий. Это важно для алгоритмов YouTube. В общем, вы знаете, что делать. И оставайтесь на связи. До недавнего времени вот этот флагшток в Душанбе считался самым высоким в мире. Его высота 165 метров. Но в Саудовской Аравии решили, как-то так, самый большой флагшток и не у нас. И быстренько установили свой выше этого на несколько метров.